Самую крупную сумму, свыше 2,5 миллионов рублей, получил проект «Почитаем» театра студии «Мхатик». Он направлен на привлечение детско-юношеской аудитории в театр, на увеличение интереса современной молодежи к классической русской литературе, на популяризацию образа, увлеченного чтением и театром человека. Стоит отметить, что театр студии «Мхатик» получает грант уже третий год подряд. В 2018 году «Мхатик» выиграл президентский грант в 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Театр в музее». В 2019-м театру студии было выделено почти полтора миллиона рублей на реализацию социально-культурного проекта «Дети, музыка, театр». И вот очередная победа. И мы теперь в течение года при поддержке государства, которое нам доверяет, верит, что мы не бла-бла-бла, в течение года мы будем осуществлять вот этот проект. Это будут ежемесячные художественные и литературные вечера, посвященные, приуроченные, выбирать тысячи. Русская литература, она безмерна, безгранична. Так или иначе, приуроченная каким-то юбилеем русских и советских авторов, писателей. Еще одна особенность нынешнего проекта – он адресован детям из неблагополучных и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и образовательных учреждений. В прошлом году театр студии «Мхатик» не раз приезжал в гости к ребятам из детских домов. И мы будем рассказывать, да я просто название перечислю, там непрочитанная Вегерченко, между Салтыковым и Щедриным, Зурбаган Гриина, Куприн против Бунина, Ахматова против Цветаева и так далее, и так далее. Проектов, вот этих художественных проектов рассчитаны на месяц, по-моему, 12 или 13 или больше. Самые ближние из них, по-моему, ну или один из первых, это к 75-летию победы у нас будет серьезный выхлоп, а вот и Теркин. Главное новшество этого конкурса – впервые в истории президентских грантов победившие НКО получат средства на реализацию своих проектов почти в самом начале года. Проекты могут стартовать уже в марте. Елена Буданова, Иван Мизерский. Народные новости.